всем привет вот такой с вами не накрашенный сегодня растрепанный котик и почему я не накрашенная потому что пришла моя долготанная посылочка just вот вот эти вот продукты и как раз сегодня я буду их тестировать я их еще даже не открывал даже с коробочек не вытаскивала думаю при вас открою ну и какие-то продукты у меня в принципе уже были тут и кисточки и помады в общем есть несколько продуктов которые тоже хотела бы вам рассказать и поделиться это профессиональная линейка косметики и давайте пробовать первое с чего мы начнем это конкретно с моей посылочки я заказала плотную тональную основу от just вот так вот она приходит такой вот коробочке вот так вот вытаскивается сводчи я обязательно вам покажу в отдельном видео также в инфобоксе оставлю ссылку на все продукты которые купила ну и соответственно а цены тоже напишу и так у меня это устойчивый плотный тональный крем позиционируется он как плотный в его состав входит коллаген именно поэтому я его взяла у них есть еще плотный матирующий супер матирующий железобетонный очень устойчивый почему я не взяла его потому что у меня кожа да она склонна к жирности но она у меня также обезвоженная и наносить сильно плотную основу было бы слишком тем более сейчас не лето и зима поэтому купила именно этот плотный у меня это в оттенке 19 здесь также есть spf 18 в принципе очень неплохой состав очень даже хороший именно поэтому взяла у меня это 50 миллилитров у них есть и 25 ну как представлено есть как бы 25 но в наличии никогда нет и бутики я тоже заходила 25 миллилитров я не нашла один цвет был но какой-то там желтый ужасный в общем давайте пробовать и для начала то что у меня уже было то что я пользуюсь всегда это классный продукт от just это будет вот такой вот спрей он как бы фиксирующий спрей но я его наношу и до макияжа да кстати хотела вам сказать все продукты которые я купила just у них есть и кушоны очень классные асси биби крема на основе муцина улитки с ухаживающими компонентами очень большой ассортимент разнообразный но мне надо был то именно для съемок на важные мероприятия на новый год скоро будет поэтому мне нужен был плотный и устойчивый тональный крем вот поэтому как бы я его взяла кушон очень-очень хвалят у меня сестра пользовалась и очень понравилось итак начнем пожалуй с фиксатора в этом фиксаторе мне все нравится распыление у него не слишком мелко дисперсно да я чувствую вот эти вот капельки на своем лице и что мне в нем не нравится это аромат аромат у него такой очень странный такой какой-то прокисших яблок или даже не знаю как это назвать но он быстренько выветривается и в принципе за качество можно ему этот аромат легко простить ну и все-таки давайте вернемся к нашему тональному крему и будем его наносить так на том я нанесла то он действительно очень очень плотный а финиш его как вы видите не матовый у него получается ну и не блин конечно же получается такая вот живая как бы кожа но мне кажется ее обязательно нужно припудривать в принципе я пудру не взяла и хотела как раз таки попробовать с этой пудрой который взяла бейкинг а также я взяла вот такую вот кисточку это g84 от just для тонального крема а но еще когда получив я была уже разочарована я думала она классная она кон куполообразная синтетическая все мне хорошо и ворсинки вроде бы не вылезают в общем классно что мне не понравилось она а нет вот одна ворсинка вылезает ворсинки вылезают как в принципе еще одна вниз кисточка для контуринга сейчас ей буду пользоваться от just тоже а лезут ворсинки это очень и очень плохо надо им что-то с этим делать так вот она не сильно плотно набитая я думаю для каких-то легких текстур типа оси си и биби она как бы будет растягивать либо есть очень жидкие тональные основы тоже плотные но жидкие вот она с этим хорошо справится а это основа очень тягучая и она даже вот немного подлипает и за счет своей тягучести она не дает хорошо растягивать поэтому мне пришлось использовать свои кисточки до фибру и потом уже ей подтушевывать но в принципе неплохая кисточка надо будет просто попробовать с легкими текстурами для бэкинга я выбрала у них пудру вот такие у них запаски идут у них есть запаски есть контейнеры ко всем продуктам то есть есть пудра куда вы можете потом пересыпать этот продукт есть такой контейнер и потом пользоваться и брать с собой я взяла именно вот такую вот мне сам контейнер не нужен потому что я брала исключительно для бэкинга здесь 10 грамм оттенок у меня 210 и вы знаете она какая-то вот розово-бежевая такая микро что для бэкинга ну блин не на мне кажется не подойдет но все таки я попробую сделать с ней бэкинг и также сейчас на месту консилер тоже приобрела вот так вот у них все приходит вот такой вот консилер консилер кисточка у меня в оттенке 25 консилер вот с такой вот кисточкой и вот такая вот штучка у него где в принципе он и должен выходить поэтому сейчас будем пробовать все а вот он пошел уже ой блин капает он очень жидкий блин у меня он капнул походу я переборщила с выдавливанием блин он должен тоже очень хорошо все перекрывать очень многое вытащила не делайте как я сейчас буду растушевывать и смотреть как можно будет это исправить консилер очень жидковат в принципе неплохо перекрывает вы как можете это и сами видеть очень такой жирненький на ощупь поэтому с ним не надо переборщить не надо его наслаивать то есть чуть-чуть вполне было бы достаточно и упаковка сама очень тугой закрывается наконечник и пока закрывала я еще раз надавила даже не могу представить что там в общем а с консилером надо быть поаккуратнее пудра в принципе хорошая уже ее нанесла что-то делать макияж но она очень летучая поэтому надо все для нее какой-то отдельный футлярчик так постоянно высыпать слишком быстро она у вас уйдет пересыпать в удобный футлярчик и все будет ок поэтому а так оставляем дальше будем наносить следующий и еще что хотела сказать у них очень много также средств для бровей и карандаши есть и помадки их знаменит 318 помадка который пользуется большинство визажистов но я не взяла ни одного средства объясню почему у меня на данный момент много средств именно для бровей и хотелось бы что-то взять если у них то что-то стойкое и возможно на лето я приобрету а я присмотрела себе уже то у них также есть кушон а помадка гели разные карандаши механические и обычные карандашки которые надо потачивать в общем выбор разнообразен если вам надо вы обязательно найдете под себя продукт но на следующем этапом идет именно макияж глаз и тут я приобрела вот такой вот тинт тинт это у меня ноль четвертом оттенке он идет как помада тинт как такой хамелеончик не знаю видно вам отлив он такой как бы а фиолетово-сиреневый вишневый с каким-то вот оранжевым таким вот потоном очень красивый и также приобрела я пигмент а 70 тоже примерно вот что-то розовые с таким вот каким-то золотисто-коричневым потоном тоже должно быть красиво я его открыла сейчас будет первый раз с вами смотреть этот тинт можно наносить как на губы так и на глаза и мы сейчас будем воспользовать макияже глаз так что давайте попробуем я сама первый раз только его сейчас буду наносить тинт на ощупь масляный и он никак жидкие тени он действительно как тинт очень и очень легко наносится я распределяла его пальчиком сейчас подсохнет первый слой и я попробую его наслоить а попробую добиться такого яркого оттенка какой вот здесь вот ну мне кажется не получится он очень маслянистый очень жидкий но будем пробовать чуть-чуть тинт подсох здесь вот в один слой здесь попробую нанести второй слой но как видите а да он наслаивается но даже кисточкой он все такой же вот жиденький и очень легкой легкой дымкой распределяется я думаю если хотите поярче все таки но в 3-4 слоя вы добьетесь того результата в моем случае скорее всего он будет идти как подложка под вот этот пигмент который я приобрела поэтому сейчас буду наносить пигмент пока еще не совсем застыла схватывается он не очень быстро а такой липкий финиш у него держится поэтому сейчас попробую быстренько нанести пигмент но пигмент красивый это блестки брала я это все как раз в двери нового года чтобы добиться красивого макияжа в принципе на тинт с тинтом они очень хорошо сочетаются но я все-таки надеялась на более яркий макияж да получается очень красиво но а хотелось бы чего-то яркого возможно я даже возьму этот тинт и попробую сделать стрелку так ну в принципе нанесла я пигмент что я могу сказать во первых пигмент на сайте выглядел как такой с оттенком хаки более коричневого золотым оттенком а по факту он по крайней мере на этой подложке он смотрится таким вот сине-розовым как бы оттенком ну да ладно в принципе сочетание красивое но не на такое я рассчитывала я думала тинт будет намного намного ярче но и пигмент конечно тоже оставляет желать лучшего вот сейчас буду пробовать нарисовать стрелку может это и получится вообще этот тинт позиционируется как супер стойкий и и поэтому буду пробовать попыталась я нанести стрелки но на мой взгляд выглядит это очень и очень провально во первых камера вообще не так передает стрелку как вижу ее я допустим передает только контур только хвостик нанести мне пришлось этот тинт два раза и это тоже не помогло я думаю возможно можно этот тинт будет нанести на черную подводку используя ее как подложку тогда будет красивый перелив красивое насыщение потому что продукт очень мягкий очень пластичный оставляет проплешины его плюс лишь в том что он действительно закрепляется и еще один плюс этого тинта то что его можно наслаивать и при наслоении он дает более плотный более ровный цвет и более насыщенный ну давайте попробуем нанести этот тинт используя его как помадку и я скажу о более свой вердит точный по этому тинту как помадку этот тинт тоже использовать очень и очень супер мега трудно она оставляет проплешины она красит еле-еле и как помаду и тоже надо наслаивать два или три раза вот сейчас она у меня попробует схватиться я расскажу о своих ощущениях а пока буду дорабатывать свой макияж буду убирать пудру и использовать я буду корректоры корректоры я не брала у них тоже очень богатая линейка но как раз на мой заказ оставались только такие вот а с наличие оставались только вот с рыжим потоном и поэтому я не взяла поэтому я буду обычную свою от стеллари троечку использовать а что касается макияжа то если бы я например сейчас уже куда-то выходила не дай бог вот мне пришлось бы умываться естественно пигмент имеет место быть тинт имеет место быть черные стрелки наклеенные ресницы и будет очень бомбически и красиво в принципе сам тинт сам цвет они очень вот очень и очень красивы их можно как то использовать не то что я хотела не та яркость не та насыщенность не та консистенция но с этим можно работать вот использовать я буду свою любимую кисточку от just такую вот скошенную это у меня кисточка 11 она из козы и очень мягкая такая приятная кисточка единственное ее но как и в той кисточке новенькой которая приобрела она страшно лезет с нее выпадают до сих пор по одному волоску я надеюсь что это когда-то прекратится она мне уже месяц и ну когда-то это должно прекратиться ну вот серьезно вообще just очень классная и качественная продукция у меня сейчас немного двоякие такие мнения немного и разочарована ну да ладно продолжаем делать макияж итак я вернулась я сделала контур а я накрасила ресницы своей любимой тушью кабарет от вен сабо кабарет эту тушь я just тоже не брала но вот как-то не подобрала для себя и таких совсем супер отзывов именно об их туши я не слышала поэтому вот даже и не брал даже как бы не присматриваться поэтому если вы знаете какую-то классную тушь который вам нравится от just напишите пожалуйста в комментариях я буду очень рада и возможно приобрету тоже ее попробовать что касается бейкинга мне пудра очень понравилось я его уже убрала распределила остатки пудры по лицу мне понравилось как она работает она я не могу сказать что она заблюрила мне все же нет просто а хорошая качественная пудра очень красиво ложится и там где был бейкинг прям вот заблюренное лицо заблюренные поры это тоже смотрится очень красиво ну давайте проверим этот тинт на стойкость он у меня на губах я попробую сейчас его как-то потерять смотрится он неплохо наслаивать я еще раз не буду так как оговорюсь я буду использовать еще одну помадку ну вот что-то вот остается а не супер стойки может мало прошло времени но при этом очень комфортно на губах проплешин даже стерла а вот немножечко потерла на пальчике есть но на губах у меня проплешин нет а что касается стрелочек а они могут подтираться вот я вот подтираю немножечко но тут тоже эффект такой что а можно делать растушеванную стрелку и в принципе он пластичный и как бы работает железобетонно он не застывает а хотя не стирается и никуда не убегает это тоже плюс итак давайте сотрем губы и следующим этапом я буду бы наносить вот такую от just помадку это вне оттенки 38 это обалденная нюдовая помадка она идет таким холодным потоном в ее составе находятся такие мелкие 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 золотые блестки и это смотрится вообще бомбически очень красиво контур я сделала но мне не хватает румяшек я буду использовать от just у меня вот такие вот румяшки это как это 105 номер как румяшки хайлайтер поэтому хайлайтер я тоже не буду наносить буду в принципе тоже с кисточкой скошенной и наносить вот этот вот продукт он мне очень нравится очень красиво смотрится у этих румяшек хайлайтера несмотря на то что они здесь кажутся на такими прям явно а с и с теплым подтоном и какие-то оранжево-красные а по факту очень холодный подтон и какого-то явного такого прям свинячего поросячьего оттенка они не дают а очень и очень деликатно и красиво смотрится при этом а действительно очень красиво сияют таким розовым подтоном но потом этот розовый подтон пройдет и останется только вот такой вот холодный блеск в общем я их очень и очень люблю действительно классный мега продукт ну вот нанесла я другую помадку вариант с этой помадкой мне нравится намного больше стойкость у нее средняя очень комфортно она держится на губках не сильно их пересушивает ах да и еще маленький нюансик мы наносили закрепитель от just вначале и давайте нанесем его в конце в целом продукции которые я купила от just и которая у меня была я довольна и буду заказывать и другие продукты буду что-то пробовать единственное что от just я заказывала мне не очень понравилось это вот такие вот помадки я даже ими не очень сильно пользовалась это в принципе и видно и вот таком они вот магнитном контейнере они так вот и продаются но вот цвета мне как-то не радует и рука к ней не тянется вот это единственное разочарование которым я в принципе и не пользуюсь но в целом этот бренд очень себя зарекомендовал на рынке и большинство продуктов а очень даже хороши а на сегодня это все надеюсь это видео было для вас полезным и вы подчеркнули для тебя что-то новое и интересное желаю вам хорошего дня и удачной подготовки к новому году и предстоящим праздникам пока пока а